Добрый день, уважаемые подписчики и любители цветов и гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня мы опять поговорим о розах. В конце ноября начинается сезон закупки саженцев в питомниках и интернет-магазинах для весенней посадки роз. Начинающим розоводам скажу, что выбор питомника это 80% успеха выращивания хорошей розы. Делайте заказы в надежных питомниках и вы не разочаруетесь в своих покупках. Прошлой осенью на моем канале прошло обсуждение питомников и в результате этого обзора были названы лучшие питомники и поставщики роз. Вы можете посмотреть этот рейтинг. В описании к видео я дам на него ссылку. Итак, вы выбрали поставщика, определились с сортами роз и ждете саженца весной. И что теперь нам нужно приготовить, чтобы розы порадовали нас своими цветами? Многие знают поговорку «роза – дитя навоза». Значит, для посадки роз будет нужен навоз, но не свежий, а пролежавший 3 года. То есть коровий, перегной или конская подстилка. Однако не везде можно разжиться хорошим перегноем. И на помощь приходят готовые препараты. В магазинах и садовых центрах можно приобрести конский перегной, коровий навоз и куриный помет в гранулах. Такие гранулы содержат около 80% органических веществ, а также макроэлементы. Азот, фосфор и калий – около 5%. Кроме того, железо, кальций, магний и микроэлементы. При посадке саженцев роз гранулы можно просто добавить в почву грунт. Но все же одних только органических веществ недостаточно для развития саженцев. Нужны также и минеральные вещества, которые в нужной форме и в нужном количестве имеются в удобрениях минеральных. Весной в посадочную яму я всегда добавляю минеральные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия. Это могут быть специализированные удобрения для роз, органоминеральные или фертика для цветов. Отличные результаты в моем саду показало использование удобрения Агромастер и Мастер. Эти удобрения содержат не только основные макро, но и микроэлементы. Перед посадкой саженца я всегда замачиваю, так как после зимнего хранения они могут потерять много влаги. В воду для замачивания можно добавить иммуностимуляторы. Например, HB101, янтарная кислота или гумат калия. Эти вещества способствуют укреплению иммунной системы саженца и ускоряют приживаемость. Следует помнить, роза будет расти здоровой, если вы ее посадите в свежий грунт. Если вы решили высадить саженец на место, где раньше росли розы или даже яблоня, то следует обновить грунт и хорошо обеззаразить почву. В этом случае помогают биологические фунгициды. Все эти препараты можно сейчас найти в магазинах, садовых центрах и на маркетплейсах. Они защищают наши розы от бактериальных и грибковых болезней. Уважаемые розоводы, сейчас на многих торговых площадках идут осенние распродажи. И вы можете купить необходимые препараты с хорошими скидками. Весной некогда будет искать их, а к сезону и цены подрастают. Сегодня я вам назвала основные препараты, которые будут нам необходимы при посадке саженцев весной. Дорогие друзья, если видео было вам полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Гостей канала приглашаю подписаться. Уважаемые подписчики, я благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин